Глава 12. Доказательства. Параграф 1. Определение логического доказательства. Ярким примером этого могут служить все теории, в кавычках, враждебные марксизму-ленинизму. Так, у оппортунистов второго интернационала существовало такое «теоретическое», в кавычках, положение. Пролетариат не может и не должен брать власть, если он не является сам большинством в стране. Критикуя это утверждение противников марксизма-ленинизма, Иосиф Виссарионович Сталин писал «Доказательств никаких, ибо нет возможности оправдать это нелепое положение ни теоретически, ни практически». Известно, что жизнь опровергла эти необоснованные положения второго интернационала. Пролетариат России, будучи меньшинством населения страны, опираясь на союз с беднейшим крестьянством, свергнул господство капиталистов и взял власть в свои руки. Основоположники марксизма-ленинизма всегда обращали внимание на доказательность рассуждений. Фридрих Энгельс писал, что если философ требует, чтобы верили в его правдивость, то пусть он выступит с доказательством. В речи на Петербургской партийной конференции в 1906 году Владимир Ильич Ленин говорил, что никто из выступавших меньшевиков не опроверг доводы большевиков, ибо все, что говорилось, голословно и не может служить достаточным основанием. В своей исторической работе «Анархизм или социализм» Иосиф Виссарионович Сталин показывает, что недостаточно отвергнуть учение анархистов, надо обосновать его полную несостоятельность. Если учение в кавычках анархистов выражает и истину, писал Иосиф Виссарионович Сталин, тогда оно, само собой разумеется, обязательно проложит себе дорогу и соберет вокруг себя массу. Если же оно несостоятельно и построено на ложной основе, оно долго не продержится и повиснет в воздухе. Несостоятельность же анархизма должна быть доказана. Доказательность – это важное качество правильного мышления. Оно является отображением в человеческом мозгу, одной из коренных закономерностей материального мира. В природе и в обществе каждый предмет, каждое явление связаны со всеми другими предметами и явлениями. Появление любого материального предмета подготовлено всем предшествующим развитием других материальных предметов. Иосиф Виссарионович Сталин говорит, что ни одно явление в природе не может быть понято, если взять его в изолированном виде, вне связи с окружающими явлениями, ибо любое явление в любой области природы может быть превращено в бессмыслицу, если его рассматривать вне связи с окружающими условиями, в отрыве от них и наоборот. Иосиф Виссарионович Сталин говорит, что любое явление может быть понято и обоснованно, если оно рассматривается в его неразрывной связи с окружающими явлениями, в его обусловленности от окружающих его явлений. Ясно, что и наши мысли о предметах внешнего мира, если они соответствуют тому, что они отображают, должны находиться во взаимосвязи, опираться на предшествующую мысль как на свое достаточное основание. Любая научная теория, любое правильное рассуждение по тому или иному определенному вопросу представляют последовательную связь мыслей. Так, мы уже знаем, что в самом простом индуктивном умозаключении общий вывод вытекает из других, единичных, частных или менее общих суждений, то есть связан с другими мыслями. Простейшее обобщение, полученное таким образом, можно применить к другим, единичным, частным или менее общим суждениям, и в результате этого вывести новое суждение, которое будет менее общим, чем первое. Но и это суждение есть результат сочетания связей с предшествующими суждениями. Это характерно для каждого правильного умозаключения, для каждого правильного рассуждения. Каждая новая мысль опирается на предшествующие как на свое основание, а предшествующие мысли подготавливают результат умозаключения. Посылки связаны с заключением, заключение связано с выводом, при этом взаимосвязь мыслей в правильном рассуждении не является чем-то произвольным. Связь мыслей в таком рассуждении есть отображение реальных связей предметов и явлений материального мира. Так связь мыслей в дедуктивном умозаключении, например, фиксирует связь общего и единичного, как они существуют в действительности. Ленин говорил, что логические фигуры отображают обычные отношения вещей. Значит, нельзя понять предмет природы, если рассматривать его вне связи с окружающими его предметами, если брать его в изолированном виде. Но практика показывает, что внутренние связи, которые всегда имеют наибольшее значение для понимания предмета, как правило, не видны прямо, непосредственно, не бросаются сразу в глаза при первом же знакомстве с предметом. Если бы форма проявления и внутренняя сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишней. Задача любого научного исследования состоит в том, чтобы установить связи между отдельными сторонами предмета, между данным предметом и окружающими его предметами. Всякая мысль есть отображение внешнего мира, причем это отображение не непосредственное, не цельное. Наши мысли не механически, как простой зеркало, отображают закономерности природы и общества. Естественно, поэтому, что умение убедительно доказывать в процессе того или иного рассуждения необходимую связь мыслей, в которой отобразилась связь вещей объективного мира, является чрезвычайно важным свойством мышления. Доказательство играет существенную роль в каждой науке, так необходимость глубокого изучения явлений электричества обосновывается в учебнике физики рядом других суждений. Электрическая энергия в настоящее время является основной формой, в которой техника использует энергию. Электрификация страны стала одним из основных условий осуществления дальнейшего роста социалистического народного хозяйства и перехода от социализма к коммунизму. Развитие учения об электричестве глубоко изменяло научное представление о строении материи и т.д. Без доказательства принимается лишь крайне незначительная часть от правных, исходных положений той или иной научной теории. Так, например, в геометрии такими положениями являются следующие. Две величины, равные порознь третий, равны между собой. Целое больше своей части. Если к равным прибавим равные, то получим равные и т.д. Все это представляет собой аксиомы. Но и аксиомы принимаются без доказательства не потому, что вовсе не нуждаются в доказательстве в силу какой-то очевидности. В процессе исторического развития знания они проверяются, уточняются на практике, на опыте. Аксиомы признаются недоказываемыми мыслями только потому, что те простейшие отношения и связи вещей, которые запечатлены в аксиомах, миллионы раз проверены многими поколениями людей в процессе общественно-трудовой деятельности. По поводу опытного происхождения аксиом, Владимир Ильич Ленин пишет, «Практическая деятельность человека миллиарды раз должна была приводить сознание человека к повторению разных логических фигур, дабы эти фигуры могли получить значение аксиом. Не доказываются также прописные истины вроде следующих. Лошади едят овес, Волга впадает в Каспийское море». Когда однажды Владимир Ильич Ленин прочитал в газете статью, в которой доказывалась польза клубов и собраний, он так отозвался об этом. К чему говорить с такой важностью о вещах, само собой понятных? Неужели стоит доказывать пользу клубов и собраний? Но наши высказывания не сводятся только к аксиомам и к прописным истинам. В устной и письменной речи, в докладе и в школьном сочинении мы употребляем такие суждения, истинность которых не подтверждается ни показаниями органов чувств, неизвестной всем аксиомой. Например, мы знаем, что Земля – шар, что Земля вращается вокруг Солнца. Это знание мы получили не в результате одного только непосредственного воздействия предмета на органы чувств. Зрительное ощущение, взятое само по себе, говорит как раз о другом. Земля плоская, не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг Земли. Истинность подавляющего большинства высказываний требуется доказать. Ни в одной подлинно научной теории не содержится голословных, необоснованных, недоказанных утверждений. Что же значит «доказать»? Что же надо понимать под словом «доказательство»? Слово «доказательство» имеет в науке и в житейском обиходе три значения. В качестве доказательства того, что то или иное явление, тот или иной факт имели место, приводится другое явление, другой факт. Так, например, то обстоятельство, что империалистические круги США сколачивают военные блоки, служит доказательством того, что реакционное правительство этой страны готовится к войне против Советского Союза и стран народной демократии. В данном случае доказательством является сам очевидный факт, из которого делается вывод о существовании или несуществовании другого факта. Но часто слово «доказательство» употребляется в другом значении. Так, в качестве доказательства того, что в классе все ученики сдали экзамены по физике на отличную и хорошую оценку, может служить классный журнал с оценками. Абонементная карточка, в которой мы расписываемся в получении книги, является доказательством того, что книга числится за нами. В исторических науках литературные произведения о прошлых событиях, современникам или участникам которых был автор, принимаются в качестве доказательства различных исторических событий. Во всех этих случаях в качестве доказательства приводится не сам очевидный факт, а источник сведений, классный журнал, библиотечная карточка, мемуары об этом факте, явления и события. Таково второе значение слова «доказательство». Доказательство как источник сведений о том или ином событии. И есть еще третье значение слова «доказательство». Из закона достаточного основания мы знаем, что для обоснования истинности того или иного суждения необязательно всякий раз обращаться к источнику или непосредственному факту. Обобщенный в теории опыт трудовой деятельности людей дает возможность проверять суждение логическим путем. Такие доказательства мы применяем во всех областях знания. Приведем два простых примера. Допустим, что нам надо обосновать, что вода упруга. Доказывается это тем, что вода жидкость, а все жидкости упруги, значит и вода, будучи жидкостью упруга. Так и суждение, истинность которых доказана предшествующей практикой людей, делается вывод, что вода упруга. Мы утверждаем, что серебро – проводник тепла. Доказывается это так. Серебро – металл, а все металлы – хорошие проводники тепла, значит серебро – проводник тепла. Из двух суждений, истинность которых нам известна, мы вывели истинность суждения – серебро – проводник тепла. В обоих случаях мы имеем дело с логическим доказательством. Доказательство – это логическое действие, в процессе которого истинность одного какого-либо суждения обосновывается с помощью других суждений, истинность которых проверена на практике. Логическое доказательство – это мыслительный процесс. Истинность одного суждения подтверждается посредством других суждений. Но каждое правильное доказательство в конечном счете, несомненно, основывается на фактах. Владимир Ильич Ленин говорит, «Практикой своей человек доказывает объективную правильность своих идей, понятий, знаний науки. Если суждения, с помощью которых доказывается выдвинутое положение, не проверены на практике, то такое доказательство обречено на провал. Логическое доказательство мы применяем во всех науках, в фактической деятельности, в житейском обиходе, когда надо обосновать истинность одного суждения посредством других суждений, истинность которых проверена на практике. Содержание суждений, истинность которых приходится доказывать, в каждой науке различное. Но если отвлечься от частного и конкретного в суждениях, то можно установить нечто общее, что лежит в основе связи и сочетания суждений в процессе доказательства, и на основании этого вывести некоторые правила доказательства, которые имеют силу во всех случаях доказательства. Таким общим для всех доказательств является структура доказательства, способы доказательства, общие требования в отношении доказываемого суждения, в отношении суждений, с помощью которых обосновывается доказываемое суждение. Это общее и составляет предмет изучения логики в области доказательства. Формы и способы доказательства являются результатом длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления. Их нельзя рассматривать как продукт одной какой-либо эпохи. Структура доказательства, его способы есть продукт ряда эпох. Параграф 2. Состав доказательства. Во всяком доказательстве, безотносительно к тому частному и конкретному, что в нем обосновывается, всегда должны быть налицо следующие три составные части. Тезис, основание и способ доказательства. Демонстрация. Первое. Тезисом называется суждение или положение, истинность которого требуется доказать. Основное требование, которое должно предъявляться каждому тезису, заключается в том, чтобы содержание доказываемого тезиса было истинным, то есть соответствовало объективной действительности. Второе. Основаниями, доводами или аргументами называются те суждения, истинность которых уже установлена, и которые поэтому могут быть приведены в подтверждение тезиса в качестве достаточного основания. Различается несколько видов оснований доказательства. Самым убедительным из них является совокупность относящихся к тезису фактов. Точные и бесспорные факты, взятые в их связи, Владимир Ильич Ленин считал не только упрямой, но и безусловно доказательной вещью. Отдельные факты, выхваченные из общей связи, подобранные произвольно, теряют свою доказательную силу. Подобрать примеры вообще, говорил Владимир Ильич Ленин, не стоит никакого труда, но и значение это не имеет никакого, или чисто отрицательное, ибо все дело в исторической конкретной обстановке отдельных случаев. В качестве оснований могут приводиться определения основных понятий, принятые в данной науке. Истинность тезиса в математических доказательствах, например, может обосновываться не только с помощью системы фактов и определений, а также посредством аксиом и постулатов. Существо аксиомы нам уже известно из предыдущего параграфа. Постулат же очень сходен с аксиомой и отличается от нее лишь тем, что он менее общепризнан. Третье. Способ доказательства. Формы связи и сочетания оснований и выводов из оснований, которые дают возможность доказать истинность тезиса. Способ доказательства – это последовательная связь ряду умозаключений, цепь суждений, которая должна убедительно показать, что доказываемый тезис логически с необходимостью вытекает из посылок или аргументов, истинность которых проверена на практике. Простое механическое сложение отдельных посылок не имеет доказательной силы. Все эти три составные части обязательно должны быть в каждом доказательстве. В правильном доказательстве тезис и основания ясны и четко разграничены. Но мало знать тезис и иметь основания, надо еще уметь логически вывести тезис из оснований. Способность доказывания не является чем-то врожденным, ее надо развивать. Параграф третий. Доказательства прямые и косвенные. По способу введения все доказательства делятся на прямые и косвенные. Допустим, нам требуется доказать такой тезис. Выбор депутатов, верховный орган государственной власти СССР, производится на основе равного избирательного права. Данный тезис мы обосновываем следующими известными всем доводами. Каждый гражданин СССР имеет один голос. Каждый гражданин участвует в выборах депутатов независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, имущественного положения, социального происхождения и прошлой деятельности. Из этих доводов логически вытекает истинность выставленного тезиса о том, что в СССР выборы депутатов, верховный орган государственной власти, производится на основе равного права. Что характерно для данного хода доказательства? То, что из доводов прямо вытекает истинность тезиса. Доказательство, в котором доводы непосредственно обосновывают истинность тезиса, называется прямым доказательством. Но нередко приходится встречаться с таким положением, когда доводов, которые прямо доказывали бы истинность тезиса, в данный момент не имеется. Как же поступать в таком случае? Надо найти доводы, которые доказывают, что суждение, противоречащее тезису, ложно. Найдя такие доводы, надо затем доказать ложность суждения, противоречащего тезису. Из закона, исключенного третьего, известно следующее. Если доказано, что данное суждение ложно, то из этого необходимо следует, что противоречащее ему суждение истинно. Доказательство, в котором истинность тезиса обосновывается посредством опровержения истинности других положений, называется косвенным доказательством. Косвенное доказательство может быть или апогогическим, или разделительным. Способ доказательства в опогогическом косвенном доказательстве заключается в следующем. Вначале опровергается положение, противоречащее доказываемому тезису, а затем на основании закона, исключенного третьего, согласно которому из двух противоречащих высказываний одно истинно, а другое обязательно ложно, устанавливается, что доказываемый тезис необходимо истинен. Апогогическое косвенное доказательство часто встречается в математике. При помощи его доказывается, например, положение, что в треугольнике, в котором два угла равны, равны также и противолежащие им стороны. Ход доказательства развертывается следующим образом. Пусть в треугольнике АВС угол А равняется углу В, и пусть противолежащие им стороны будут АС и ВС. АВС требуется доказать, что АС равно ВС. В целях доказательства допускается, что истинно положение, противоречащее тезису, то есть, что АС не равно ВС. Тогда из этого последнего положения, согласно теореме, что во всяком треугольнике против большего угла лежит большая сторона, будет следовать, что угол А должен быть или больше, или меньше угла В. Но так как этот вывод противоречит принятому положению, то противоречащее тезису положение является ложным. Отсюда следует, что истинным должно быть положение, противоречащее ему, а именно тезис. При помощи этого способа доказательства, который называется также доказательством от противного, обосновывается истинность такой, например, теоремы геометрии. Два перпендикуляра к одной и той же прямой не могут пересечься, сколько бы их не продолжали. Ход доказательства развертывается следующим образом. Допустим на минуту, что истинно положение, противоречащее тезису, то есть, что два перпендикуляра к одной и той же прямой при продолжении пересекаются. Тогда из этого последнего положения следует, что из точки, лежащей вне прямой, можно опустить на эту прямую два перпендикуляра. Но этот вывод ложен, ибо мы знаем доказанную же теорему о том, что из всякой точки, лежащей вне прямой, можно опустить на эту прямую только один перпендикуляр. А раз ложно утверждение, что из всякой точки, лежащей вне прямой, можно опустить на эту прямую два перпендикуляра, то ложно и допущенное нами на минуту положение о том, что два перпендикуляра к одной и той же прямой при продолжении пересекаются, ибо это есть также нарушение теоремы о том, что из всякой точки, лежащей вне прямой, можно опустить на эту прямую только один перпендикуляр. Ведь два перпендикуляра, пересекающиеся при продолжении, есть два перпендикуляра, опущенные из одной точки на эту же самую прямую. Так мы доказали, что допущенное на минуту в качестве истинного положения, противоречащее нашему тезису о том, что два перпендикуляра к одной и той же прямой при продолжении пересекаются, ложно. В результате мы получили два противоречащих суждения. Перпендикуляры пересекаются и перпендикуляры не пересекаются. По закону исключенного третьего известно, что из двух противоречащих суждений одно необходимо ложно, а другое необходимо истинно, и третьего между ними быть не может. Действительно, перпендикуляры к одной и той же прямой или пересекаются, или не пересекаются. Никакого третьего положения даже представить невозможно. Раз мы доказали, что суждения, два перпендикуляра к одной и той же прямой при продолжении пересекаются, ложно, то отсюда совершенно необходимо следует, что противоречащие суждения, два перпендикуляра к одной и той же прямой не могут пересечься, сколько бы их не продолжали. Истинно. Что и требовалось доказать. Как говорят в таком случае геометры. Разделительное косвенное доказательство применяется в тех случаях, когда известно, что доказываемый тезис входит в число фактов, которые в своей сумме полностью исчерпывают все возможные факты по данному вопросу. Способ такого доказательства заключается в следующем. Отвергаются все факты, кроме одного, который и является доказываемым тезисом. Так, если установлено, что первенство школы в беге на 100 метров оспаривали только учащиеся К, В и Д, если при этом нам стало известно, что ни К, ни В не оказались первыми, то тем самым доказано, что первенство завоевано учеником Д. Ошибка, которая иногда встречается в разделительном косвенном доказательстве, состоит в том, что исследуются не все возможные факты. Истинность тезиса доказывается только при условии опровержения всех возможных предположений по рассматриваемому вопросу, кроме одного. Применение косвенного доказательства связано с известной трудностью. В процессе косвенного доказательства приходится временно отклоняться от того тезиса, который обсуждается. Привлекать дополнительный материал, что, конечно, осложняет весь процесс рассуждения. Но этот прием доказательства нужно знать, потому что в практической жизни нередко приходится иметь дело с таким положением, когда аргументов, которые бы прямо доказывали истинность тезиса, в данный момент не имеется. Параграф 4. Правила доказательства. Для того, чтобы доказательство действительно обосновывало тезис, надо соблюсти ряд совершенно необходимых правил. Первое правило. На занятиях кружка или на собрании иногда можно наблюдать такую картину. Выступающий в прениях говорит очень гладко, приводит некоторые доводы, между которыми имеется известная связь. Но вот вы решаете уловить, какую же мысль развивает выступающий в прениях, каков его тезис. И оказывается, сделать это не так-то легко. Определить тезис очень трудно. Таких «ораторов» подверг критике Иосиф Виссарионович Сталин. В речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы в декабре 1937 года. «Конечно, можно было бы сказать эдакую легкую речь обо всем и ни о чем», – говорил Иосиф Виссарионович Сталин. «Возможно, что такая речь позабавила бы публику. Но, во-первых, я не мастер по таким речам. Во-вторых, стоит ли нам заниматься делами забавы теперь, когда у всех у нас, большевиков, как говорится, от работ полон рот?» «Я думаю, что не стоит». Для «мастеров» по легким речам характерно то, что они нарушают первое правило доказательства, которое гласит «тезис должен быть суждением ясным и точно определенным». Нельзя доказывать тезис, если он не определен. Владимир Ильич Ленин говорил, что если мы хотим спорить по существу, то нужно ясно представлять то, что критикуем. 2. В процессе доказательства часто требуется обосновать не только тезис, но и самые доводы. В результате иногда получается довольно длинная цепь суждений. Это обстоятельства некоторые оппоненты в спорах и дискуссиях используют для того, чтобы незаметно отклониться от тезиса и начать доказывать совсем не то, что имелось в виду с самого начала. Подобное уклонение от тезиса является настолько широко распространенным, что оно даже получило специальное название «подмена тезиса» или «игнорирование тезиса», который должен быть доказан. Например, анархисты хотели опровергнуть материалистическое учение Карла Маркса и с этой целью доказывали, что еда не определяет идеологию. Этот тезис доказать нетрудно, однако он никакого отношения к учению Карла Маркса не имеет, так как Карл Маркс никогда не говорил, что еда определяет идеологию, и наоборот, указывал на неправильность такого тезиса. В политической борьбе с представителями враждебного нам мировоззрения часто приходится встречаться с попытками буржуазии и ее агентуры пойти на подмену тезиса. Один из видов подмены тезиса носит название «кто чрезмерно доказывает, ничего не доказывает». Например, некоторые монархисты в Греции, желая оклеветать бойцов демократической армии, выступившей против фашистского режима, утверждали, что будто бы группа бойцов свободно перешла Албано-греческую границу и скрылась в Албании. Чтобы доказать свое утверждение, монархисты старались доказать, что на одном из участков границы ночью вспыхивали огоньки карманных фонарей. Таким образом, желая доказать, что греческие патриоты, связанные с заграницей, монархисты доказывали другой тезис. На границе были видны вспышки карманных фонарей. Совершенно ясно, что если даже действительно в районе границы были вспышки фонарей, то из-за этого еще совсем не следует, что границу переходили бойцы демократической армии. Могли быть и пограничники, и местные крестьяне, и другие. Доказывая слишком много, монархисты не могли тем самым доказать своего тезиса. Есть разновидность ошибки подмена тезиса, которая состоит в том, что доказывается слишком мало. Например, кто-либо, взяв кусок какого-то вещества, стал утверждать, что это вещество металл, так как оно проводит электричество. Но одного этого довода недостаточно. Проводниками электричества могут быть не только металлы, а, например, графит и другие материалы. Доказывать слишком мало, значит ничего не доказывать. Другой вид ошибки подмена тезиса называется ссылка на личные качества человека. Эта ошибка особенно часто встречается в спорах, в полемике. Она состоит в том, что доказательство истинности или ложности тезиса подменяется доказательством достоинств или недостатков человека, который защищает тезис. Например, желая доказать ложность высказанного мнения, указывает на личные недостатки того, кто это мнение высказал. Итак, второе правило доказательства гласит. Тезис должен оставаться тождественным, то есть одним и тем же на протяжении всего доказательства. Третье правило. Первые два правила доказательства относятся к тезису. Но есть правила, которые распространяются на доводы или аргументы. Доводы, как мы знаем, это такие суждения, истинность которых должна быть несомненно. Ни одно доказательство не может строиться на ложных основаниях. Отсюда совершенно естественно вытекает третье правило доказательства. Доводы, приводимые в подтверждение тезиса, должны быть истинными, не подлежащими сомнению. Самым серьезным нарушением третьего правила доказательства является логическая ошибка, которая называется основным заблуждением. Существо ее состоит в том, что тезис обосновывается ложным доводом. Такую ошибку делали, например, ученые до Коперника, когда они доказывали, что Солнце вращается вокруг Земли. Ошибкой в объяснении процесса вгорения была теория флагистона, которая была опровергнута русским ученым Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Открывшим закон сохранения веса вещества. В течение нескольких десятилетий многие биологи исходили в своих теоретических работах из ложного положения, согласно которому органическая жизнь ведет начало только от клетки. Выдающееся открытие Ольги Борисовны Лепешинской отвергло это основное заблуждение. И тем самым опрокинуло антинаучные мнения о вечности органических форм. О невозможности самозарождения, которые являлись следствием ложных исходных посылок буржуазного биолога Вирхова. Третье правило предостерегает. Не строите доказательства на ложных основаниях. Из ложных доводов нельзя вывести истинного заключения. Четвертое правило. Но всякий ли истинный довод может являться достаточным основанием для тезиса? Нет, не всякий. Споры бывают, когда в подтверждение тезиса выставляются верные доводы, которые, однако, отнюдь не доказывают выдвинутого положения. Подобная ошибка в ходе доказательства носит такое название. Не вытекает, не следует. Иначе говоря, выставленное положение, которое требуется доказать, не следует из доводов, приведенных в его подтверждение. Так, например, для доказательства шарообразности Земли приведем следующие доводы. Первое. При приближении корабля к берегу сперва показываются из-за горизонта верхушки мачт, потом уже его корпус. Второе. При подъеме вверх кругозор расширяется, и расстояние до предметов, видимых на горизонте, увеличивается. Третье. После захода Солнца его лучи продолжают освещать верхушки высоких зданий, вершины гор и облака. Позднее только вершины гор и облака, и еще позднее только облака. Четвертое. Кругосветные путешествия. Но из всех этих доводов совершенно не следует, что Земля шарообразна. Данные аргументы не обосновывают выставленного тезиса. Они доказывают только кривизну земной поверхности, замкнутость формы, ее изолированность в пространстве, отсутствие у нее краев, где-либо смыкающихся с небом. На это совершенно справедливо указал профессор Воронцов-Вильяминов в своем учебнике по астрономии. Шарообразность Земли доказывается другими доводами, а именно... Первое. В любом месте Земли горизонт представляется окружностью, и дальность горизонта всюду одинакова. Во время лунного затмения тень Земли, падающая на Луну, всегда имеет округлые очертания, а округлую тень при любом положении отбрасывает только шар. Для того, чтобы не допустить логической ошибки, когда тезис не следует из доводов, надо соблюдать четвертое правило доказательства. Доводы должны являться достаточным основанием для тезиса. Одним из серьезных нарушений этого правила является логическая ошибка, которая в логике носит такое название. От сказанного в относительном смысле к сказанному безотносительно. Существо этой ошибки заключается в следующем. Довод, являющийся верным только в определенном отношении, при наличии определенного условия, мы приводим в качестве основания тезиса как верный, безотносительно. При всех условиях. Чаще всего это правило нарушается в споре. Оппонент добивается признания какого-нибудь утверждения в ограниченном смысле, а затем ведет доказательства так, как будто бы это утверждение было признано без всякого ограничения. Например, в споре о книге один из участников допустил, что в ней содержится хорошая иллюстрация, а другой распространил хорошую оценку на всю книгу и тем самым совершил ошибку от сказанного в относительном смысле к сказанному безотносительно. Пятое правило. Истинность доводов не должна выводиться из тезиса. Это запрещает пятое правило доказательства, которое гласит. Доводы должны быть суждениями, истинность которых доказана самостоятельно, независимо от тезиса. Нарушением этого правила является логическая ошибка, которая издавна называется в логике порочным кругом. Существо ошибки заключается в следующем. Тезис обосновывается доводами, а доводы обосновываются при помощи тезиса. Иначе говоря, какое-либо положение доказывается посредством этого же самого положения. Примером такого порочного круга могут служить рассуждения буржуазных дипломатов на Дунайской конференции 1948 года. Английская делегация пыталась обосновать свою мысль о том, что конвенция 1921 года о судоходстве на Дунае не потеряла свои силы, обосновать той же самой конвенции. Получается, говорил о Явышинске, довольно курьезное положение. В качестве доказательства того, что существует конвенция 1921 года, что она не потеряла свои силы, приводится не что иное, как сама эта конвенция. В логике такой способ доказательства называется доказательством того же через то же. Но таким способом ничего доказать нельзя, ибо получается порочный круг, из которого выход найти невозможно. Рассуждения буржуазных дипломатов напоминают объяснение медика из пьесы Мольера «Мнимый больной». На вопрос, почему опиум усыпляет, он отвечал так, опиум усыпляет потому, что он имеет усыпляющую силу. Шестое правило. Если первые два правила относились к тезису, а три последующие к доводам, то шестое правило доказательства говорит об отношении тезиса к доводам. Это правило формулируется так. Тезис должен быть заключением, логически вытекающим из доводов по общим правилам умозаключения. Часто встречающимся нарушением этого правила является логическая ошибка, которая называется «учетверением терминов». Так, в доказательство неправильного тезиса о том, что всякое окисление дает в остатке золу и пепел, приводят такие доводы. Всякое окисление есть горение. Всякое горение дает в остатке золу и пепел. Из этих доводов делается вывод. Значит, всякое окисление дает в остатке золу и пепел. Но данный тезис доказан путем неправильного умозаключения. В ходе умозаключения допущена ошибка, известны нам из главы о силогизме. Вместо трех терминов, как этого требует правило силогизма, в данном доказательстве имеются четыре термина. Слово «сгорание» употребляется в двух смыслах. В первом суждении слово «сгорание» употребляется в том смысле, как оно принято в химии, а известно, что химический процесс сгорания не обязательно сопровождается выделением «пепла и золы». Во втором суждении слово «сгорание» употребляется в повседневном смысле. Ошибка учетверения терминов есть результат нарушения логического закона тождества. В данном доказательстве слово «сгорание» употреблялось двусмысленно, что запрещает закон тождества. Довольно часто также в доказательствах встречаются логические ошибки, известные нам из главы об индукции. Поспешные обобщения. После этого, значит, по причине этого. Параграф пятый. Опровержение. Опровержением называется доказательство ложности или несостоятельности какого-либо тезиса. Опровержение тезиса достигается такими пятью способами. Первое. Самый верный и успешный способ опровержения тезиса, выставленного оппонентом, это опровержение фактами. Если в доказательство ложности или несостоятельности какого-либо тезиса приведены действительные предметы, явления, события, противоречащие тезису, то задача опровержения вполне разрешена. Факты, как говорят, упрямая вещь. Второе. Подвергаются критике доводы, которые оппонентам выдвинуты в обосновании его тезиса. Второе. Задача заключается в том, чтобы доказать, что аргументы опровергаемого доказательства ложны или несостоятельны. Если это удается сделать, то тем самым тезис оказывается недоказанным. Третий. Доказывается, что истинность тезиса опровергаемого доказательства не вытекает из доводов, приведенных в подтверждение тезиса. Так, например, делегации США, Англии и Франции на одном из заседаний комиссии по контролю над атомной энергией представили совместный доклад, который начинался с заявления о том, что комиссия зашла в тупик. В заключении доклада было сказано, что в результате несогласия Советского Союза возникает положение, выходящее за рамки полномочий комиссии, и поэтому комиссия должна прекратить свою деятельность. А вопрос о контроле передать на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН. Выступивший на заседании комиссии советский представитель возразил против данного предложения трех держав. Бесспорно, комиссия по контролю над атомной энергией оказалась не в состоянии прийти к соглашению по вопросу об установлении международного контроля над атомной энергией, однако из-за этого не следует, что комиссия должна прекратить свою деятельность. Предложение передать этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи не может вывести комиссию по контролю над атомной энергией из затруднительного положения. Если в комиссии не будет достигнуто никаких результатов, то нет оснований думать, что лучшие результаты будут достигнуты в Генеральной Ассамблее. Ясно, что доводы делегаций США, Англии и Франции не обосновывали продиктованного американскими империалистами тезиса. Установив это положение, советский представитель в комиссии по контролю над атомной энергией доказал несостоятельность всей аргументации делегаций США, Англии и Франции, тем самым сделал ясной для всех недоказанность тезиса, выставленного дипломатами Уолл-Стрита. 4. Самостоятельно доказывается новый тезис, который является противоречащим по отношению к опровергаемому тезису. В силу закона исключенного третьего, опровергаемый тезис должен быть признан ложным и отвергнут. 5. Доказывается ложность самого опровергаемого тезиса. В данном случае поступают так. 5. Опровергаемый тезис временно признается истинным, но затем из него выводятся такие следствия, которые противоречат истине. 5. Пять указанных способов опровержения, рассмотренными нами, изолированы друг от друга. Это сделано лишь для того, чтобы лучше уяснить каждый из них. В действительности же, в ходе любого опровержения, часто приходится применять сразу несколько способов опровержения. Вопросы для повторения. 1. Что значит «обосновать суждения»? 2. Какие суждения не нуждаются в логическом обосновании? 3. Какие три значения имеет слово «доказательство»? 4. Что значит «доказать истинность какого-либо суждения»? 5. Что такое тезис? 6. Что такое основание? 7. Что такое способ доказательства? 8. Что такое прямое доказательство? Приведите пример. 9. Что такое косвенное доказательство? Приведите пример. 10. Что такое сведение к абсурду? 11. Какие существуют правила доказательства? 12. В чем существо логической ошибки подмена тезиса? Приведите пример. 13. В чем существо логической ошибки, кто чрезмерно доказывает, ничего не доказывает? Приведите пример. 14. В чем существо логической ошибки основное заблуждение? Приведите пример. 15. Что такое предрешение основания? 16. В чем существо логической ошибки не вытекает? Приведите пример. 17. В чем существо логической ошибки от сказанного в относительном смысле к сказанному безотносительно? Приведите пример. 18. Что такое порочный круг в доказательстве? 19. Что такое учетверение терминов? 20. Что такое опровержение? 21. Какие способы опровержения вы знаете?